В отопительный сезон Волгоград войдет без срывов, несмотря на огромные долги перед поставщиками энергоресурсов. Это стало возможным благодаря соглашению, которое достигнуто между руководством города и Газпромом. Областной центр получил отсрочку по платежам до конца нынешнего года. Игорь Морозов продолжит. Задолженность перед Газпромом, превышающая 2 миллиарда рублей, формировалась в течение нескольких последних лет. И главной причиной тому, по словам руководства города, стала недобросовестность управляющей компании. График погашения долгов был согласован с поставщиками газа, однако выполнить его не удалось. К сожалению, на 1 октября у нас сложилась тяжелая ситуация. Мы в полном объеме график, который ранее был согласован, не выдержали. И, соответственно, вот в начале и во время пуска отопительного сезона, не на все сезонные котельные, Газпром дал разрешение на пуск газа. Для разрешения, сложившейся накануне отопительного сезона непростой ситуации, руководство Волгограда село за стол переговоров с газовиками. Итогом встречи стала предварительная договоренность об отсрочке платежей до 1 января 2014 года. Мы вчера четко прописали поступательный график, чем занимаются управляющие компании, где гасят долги, где доля администрации области, чем занимается город Волгоград, как мы гасим долги. По состоянию на 8 октября Волгоград выплатил Газпрому чуть больше половины задолженности – 1 миллиард 300 миллионов рублей. Оставшиеся средства необходимо перечислить до 1 января. Кстати, имеющиеся долги не отразились на вхождении Волгограда в новый отопительный сезон. К пятницу мы планируем подключить весь город. На сегодняшний день 2,5 тысячи домов подключены. Не говорю о том, что сады и школы. Мы, несмотря на долги, опять же, благодаря поддержке компании «Лукойл» и «Газпром» мы подключили первыми. В нынешнем году мэрии Волгограда удалось увеличить объемы работ по замене теплосетей. На эти цели, а также на ремонт и замену оборудования в котельных и центральных тепловых пунктах было направлено свыше 200 миллионов рублей. Есть в предписаниях Ростехнадзора требование замены не менее 20 километров сетей. Вот в этом году мы его перешагнули, то есть 21 километр мы сделали. Впервые в этом году Волгоград на обновление теплового хозяйства получил финансовую поддержку из регионального бюджета. 50 миллионов рублей по областной программе энергосбережения были направлены на строительство и восстановление обратных трубопроводов горячего водоснабжения. Игорь Морозов, Алексей Лунев, телекомпания Ахтуба.